Сейчас, гуляя по лесу и размышляя на тему, откуда у людей берутся страхи, вспомнилась сразу мне пословица «учение света, не учение тьма». Я так понял, что это реально может произойти такую аналогию с темной комнатой. Когда человек заходит в комнату, он не видит, что там происходит. То есть темнота его пугает, отталкивает. Он не знает, что там его ждет. Преграды какие-то там, напороться на предмет какой-то можно. Может, там кто-то сидит, маньяк какой-то, поджидает его. У людей появляются страхи. Это все от того, что он не видит ничего. Тьма, не учение, тьма. Как только включается свет, человек видит, что в комнате безопасно. Он видит все предметы, он все видит. И он уже понимает, что да, здесь безопасно. Это можно сравнить по аналогии со светом. Свет. То есть так же и в жизни. Когда человек в каком-то вопросе некомпетентен, когда он не знает, как это все устроено, как работает, он боится, для него это тьма. Потому что он не учился этому. Когда человек начинает что-то познавать, чему-то учиться, он открывает для себя, он как свет. Получается все ярче и ярче, чем больше он знает, тем ярче его свет, тем он больше понимает, больше видит. И перестает бояться этого. Это можно использовать где угодно, в жизни, в бизнесе. То есть вот такая аналогия мне пришла в голову. И на самом деле это так и есть. Это так и есть. Это свет, это учение. А не учение, это тьма. Так что учитесь, изучайте. Не бойтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!